добрый день друзья для своих новых подписчиков и зрителей еще раз расскажу рассказано мне со слов очевидцев вот эту вот историю про одного немецкого антиквара который здесь в деревне в одной под гамбургом превратился просто в такого антикварного магната и вот недавно он умер значит история такова послевоенное время разрушенный гамбург разрушенные близлежащие эти деревушки и мальчонка он устроился на одну фирму которая занималась тем что вот эти разрушенные дома они разбирали настрой материалы кирпичики отказывали куда-то балки в отдельное куда-то на утиль все увозили естественно среди прочего этого хлама всего было много замечательно сохранившихся вещей старинных в том числе которые они также увозили на утиль сдавали вот он спросил разрешение у своего шефа в общем эти вещи собирать вот тот ему разрешил и куда-то в кошару отдельно он начал их складывать собирать до того времени пока шефа не осенила вся глубина этого вопроса в конечном итоге он его уволил и мальчонка это занялся антикварным бизнесом в конечном итоге превратился вот здесь в антикварного магната выкупил эту же фирму у своего шефа и занимался уже этим вот хаус хальтов лезунг тем что поближ лежащим домам ездил если кто-то умер еще что-то забирал эти вещи здесь мы видим вот этот вот большущий дом на трех этажах которого находится антиквариат именно туда и лежит наш с вами путь туда мы зайдем рядом стоит вот этот маленький домик но относительно маленький в котором он проживал хотя большую часть времени он проводил в этом большом доме там тоже была возможность чтобы жить но трое детей у него каждый из которых он построил тоже по дому вот со слов очевидцев он был заядлый лично сам филаталист у него шикарнейшая коллекция почтовых марок не знаю там по какой теме прочее в конечном итоге вот он недавно скончался и его предки сейчас активно занялись тем что вот распродают сейчас буквально по бросовой цене как говорится кто что даст вот это вот добро которое в этом доме сейчас осталось хранится куда мы с вами сейчас зайдем и будем все подробно рассматривать дом будет полностью освобожден от вещей и там будут установлены сдан под индустриальная халя будут установлены какие-то станки и будет там производиться какая-то продукция правильно ли это со стороны детей что они не продолжают династию отца большой дискуссионный вопрос здесь можно долго на этот счет дискутировать но все таки наверное у металлургов не должны обязательно быть дети металлургами также и здесь каждый имеет свое право выбора поэтому обвинять их в том что они за бесценок распродают то что отец годами собирал ну как бы здесь тоже такой вопрос проблема антикварного бизнеса заключается в том что его необходимо любить как говорится всей душой и телом и вести этот бизнес просто ради наживы это не получится этим делом надо жить как говорится что делать в том случае если ты не воспитал в этом духе своих потомков тогда эта судьба становится неизбежной но мы с вами зашли сейчас на первый этаж буквально возле входа этот дом в этот склад как его назвать все что здесь лежит стоит находится все продается продается бросовой цене не помню вот эти вот попугаи сколько за них хотели здесь тоже в каждой комнате сразу хочу сказать что бросилась сразу здесь глаза и за что я его как бы заочно этого человека полюбил и имею к нему большое уважение что все находится в исключительном состоянии в исключительном если уже есть здесь какие-то сколы или это то это уже сделали недобросовестные посетители а так везде мы видим бирочки наклеены ценник коротко написано что это такое каждая вещь здесь находится повторюсь в исключительно отличном хорошем состоянии в общем смотрится выбирается тут что тебе нравится идешь ко входу на кассе стоит женщина которая не имеет абсолютно никакого представления о ценности этих вещей таксирует так с потолка торгуется с ней дают какие-то копейки и забираешь уходишь но в моем случае в случае других торговцев мы как бы большую кучу такую возле входа туда этого товара откладываешь себе ну а потом такую общую цену с ними договариваешься за сколько ты забираешь вот комната которая посвящена старинным различным инструментам среди которых можно было и 16 17 век найти инструменты ну примерно в общей сложности я приезжал сюда несколько раз в общей сложности где-то тысяч на 35-40 евро я здесь закупился по различным направлениям в своих предыдущих выпусках которые были на часть 1 2 3 4 разделены там можно было посмотреть мои покупки но еще раз повторюсь что это видео делаю сейчас для тех новых подписчиков для тех новых зрителей которые те предыдущие мои фильмы не видели эту историю конечно же я рассказал дома своим домочадцам и со старшей дочерью и с ее студентами друзьями был у меня на этот счет предметный такой разговор они выступили как бы оппонентами в этом вопросе и как бы я вот говорил наверное то что сейчас у каждого смотрящего это видео на уме что как так вот дети распродают отец собирал годами и так вот относиться к этому ну их аргументы заключались в том что как я уже сказал антикварами обязательно дети должны быть антикварами если он не привил им это качество это их право вот антикварный бизнес очень тяжелый заметила моя дочь сказала вот ты это надо столько читать столько этим заниматься вот а отдача в принципе не то чтобы большая но коэффициент полезного действия в другом бизнесе нам был бы намного больше если столько времени было бы ему уделять отчасти она конечно правая даже беря интернет торговлю онлайн торговлю здесь каждый товар у нас является штучным единичным каждую вещичку необходимо привести в порядок обфотографировать обсмотреть идентифицировать описать вот гораздо проще по летами в китае закупить какой-либо товар и один образец ты описал выставил и этих наименований у тебя стоили тысяча и распродаешь конечно в этом плане намного проще даже если мы берем онлайн торговлю следующий конечно аргумент что в силу последних происходящих событий товар этот является люксовым является далеко не товаром первой необходимости вот поэтому люди сейчас прежде чем купить себе что-то из этих вещичек подумают а стоит ли на это тратить деньги или все таки лучше купить какой-то товар первой необходимости денег даже в германии становится у людей все меньше и меньше вот и действительно это сфера бизнеса переходит в разряд люксовых как они сказали если мы не разбираемся в этом старье если мы как бы не любим историю это еще не значит что мы меньше любим свою родину как бы инженер как они сказали не глупее историка и не менее патриотичен в общем быть хорошим инженером сейчас намного перспективнее чем заниматься вот этим вот ремеслом вот доцу к этому конечно же тут трудно согласиться не согласиться конечно же в плане заработков работать где-то инженером на большом предприятии экономически конечно гораздо выгоднее нежели сидеть в каком-то искусствоведом в каком-то институте в каком-то музее который на государственных дотациях где зарплата в два то и в три раза меньше никогда не забуду одну историю когда я работал в охране на одном заводе там перед входом поставили большие такие мотоблоки вот и должны быть они расписаны они и часть стены вот и для этого пришел один профессор вместе с ним пришли ребята которые учились на графиков на художников и в общем им предложили этим заняться естественно предложили это не бесплатно вот ну и мой шеф который все это там этим руководил потом пришел ко мне такой в ужасе говорит Игорь представляешь я им спрашиваю сначала ну сколько вот вы за работу хотите этот профессор говорит ну тысяч шесть если вот вы заплатите было бы хорошо он говорит а у меня лимит был 30 то есть хорошо говорит что я сам поначалу как бы не ляпнул что так допустим тысяч 30 мы готовы заплатить в общем они сделали эту работу за 6 тысяч раскидали это на всех там по тысячи сколько и этим остались довольны как бы даже этот случай говорит о том что здесь совсем другое отношение взгляд на деньги и на их ценность и конечно надо сказать что европейский немецкий рынок в частности антиквариата конечно же сильно изменился за последние десятилетия вот если я смотрю каталоги семидесятых восьмидесятых годов пусть они даже в дойч марках но переводишь их в евро конечно цены сейчас в 3 в 4 в 5 раз дешевле чем были тогда поэтому конечно повторить подвиг вот этого вот господина героя нашей сегодняшней передачи в современных условиях конечно наверное не удастся и по моему такому скромному наблюдению пришел к выводу что допустим дорогой качественный коллекционный антиквариат как будто фольверистика ювелирка картины та же мебель эксклюзивная в принципе даже сейчас она находит своего покупателя но что касается вот такого шурум-бурума как я его называю то что вот здесь мы сейчас смотрим видим то что собственно было основной наверное статьей дохода у нашего героя рассчитанная на низшие или максимум на средние слои населения но сейчас конечно этот рынок присел присел к сожалению значительно люди держат деньги у людей меньше денег это конечно же связано с экономикой с тем экономическим спадом разрешу себе так сказать который переживает сейчас германия вот поэтому как бы я считаю сейчас тогда время разбрасывать камни как говорится время закупок можно хорошо как мы видим закупаться вот и все таки я надеюсь что правительство германии будущее по крайней мере которое придет чем быстрее тем лучше проведет аналитику проведет реформы экономические политические все таки немцы умный народ надо отдать должное признать история это доказывает и все таки наступит то время когда обратно эта тема оживет скажем так и снова у людей появится ну если не желание то возможность приобретать вот эти замечательные вещи вот но тогда и мы как говорится из своих закормов выйдем на этот рынок и покажем себя покажем свой товар заявим как говорится о себе но на этот счет у каждого своя тактика теория конечно для этого необходимо иметь более или менее свободные деньги вырывать от семьи или вырезать себя в чем-то в предметах первой необходимости и закупать антиквариат конечно это не дело поэтому будем больше работать будем плодотворнее работать и будем продолжать наше дело все заметил такую тенденцию что допустим в гамбурге и в других крупных городах практически уже не осталось чисто таких антикварных магазинов аналога вот этому по которому мы сейчас ходим пусть не в таком объеме не в таком количестве но их практически не осталось ребята кто местные не дадут мне соврать объясняется это тем что арендная плата сумасшедшая и просто не вытягивают в этом или обанкрачиваются распродают или уходят в онлайн в интернет торговлю а вот такие вот магазины такие вот склады склады остались на задворках остались в деревнях остались в каких-то небольших таких городках где арендная плата в 2-3 раза ниже нежели в больших каких-либо городах в принципе это выход из положения арендная плата у тебя меньше а глядишь кто-то заедет и выставлять онлайн продавать какая разница где у тебя находится товар возвращаясь к теме нашего героя и критикуя вот его родственников которые распродают все вот это за дешевку по бросовой цене также в их защиту необходимо сказать несколько слов как бы если они распродают вот этот вот шурум-буром который в принципе то как мы видим является в основном винтажом или назовем так некачественным антиквариатом хотя это первый этаж мы с вами потом поднимемся на второй этаж мы знаем чем выше тем больше дух захватывает вот но мы уже не знаем продали они коллекцию марок я в начале говорил передачи что вот этот вот дед господин майер фамилия его был и владел очень хорошей коллекцией почтовых марок не помню не знаю по какой тематике все мы не знаем оставили они ее себе или тоже продали мы не знаем распродали ли они тот вип антиквариат который у него был вот наверняка была коллекция орденов была первая и вторая мировая там оружие и прочее вот а то что они этот шурум-буром распродают в принципе это как бы о многом не говорит о том что они то что мы понимаем под смыслом этого слова что они предали отца предали его интерес предали дело всей его жизни вот как бы здесь тоже этот аспект необходимо иметь в виду даже капканы здесь продаются по размеру смотрю вроде как на лесу хотя в германии ловля на капканы запрещена но вот на дома на мелких грызунов на крыс на вот этих вот других грызунов которые вред приносят якобы можно их ставить но это наверное в качестве декорации вообще лично мое откровенное такое мнение в плане антикварного или я бы даже больше сказал рынка коллекционеров в германии я более или менее спокоен потому что немцы очень страна которая и путешествовать любили и любят и путешествуют соответственно оттуда привозят за границу много чего это одна из наций которая является много где потомственных настоящих коллекционеров которые обладают шикарными коллекциями если даже просто на уровне вот местных каких-то общин городов городков поселков пронаблюдать и походить на нумизматические слеты на другие какие-то такие выставки искусства на антикварный рынок именно не на блажки а на антикварный то посмотреть что у них лежит в обменном фонде то что они предлагают на как бы на продажу на обмен одного этого уже от одного этого уже захватывает дух но если представить то что у них дома в закормах лежит то конечно вообще надо сказать что рынок антиквариата на западе в частности в германии он более открытый чем в россии может быть это объясняется более таким лояльным демократическим законодательством в этом отношении это касается и антикварного оружия и других направлений более свободного тем более сейчас в последнее время ввоза вывоза по евросоюзу антиквариата если это только не является там супер супер какой-то культурной ценностью вот это должно быть действительно прям представлять историческую такую художественную ценность для государства все остальное свободно возится перевозится пересылается вот и как бы люди в плане этого собственность частная здесь защищена больше у людей меньше страха чем в россии в россии больше люди может быть и коллекции есть еще круче еще лучше особенно в последнее время отсюда же повывозили все но вот это вот рынок самым более скудный и как бы сидят на своих сокровищах боятся их засветить боятся их показать чтобы как бы криминал на этот счет не заинтересовался правоохранительные органы и прочее вот германия на этот счет как бы в европе пока еще более свободно более декоратично те состоятельные люди будем видеть класс имущих в россии богатые чиновники там олигархи которые так в прессе это проскакивают безусловно они владеют шикарными коллекциями всем вот ну или не считают нужным их как бы публично выставлять или просто как бы не хотят дразнить простого обывателя чтобы вот не говорили что вот сколько у него денег и откуда столько денег если он вот за свою коллекцию которая стоит миллионы миллиарда отдал столько денег может быть из этих соображений но в любом случае мне кажется я прав что рынок в россии является более таким закрытым простой обыватель побаивается как я уже сказал ну а более мужчины хотят наверное дразнить и в итоге имеем то что имеем так что в плане того утверждения что родственники вот распродают за бесценок все что отец годами собирал здесь как бы тоже как я уже говорил с этим утверждением спешить не надо немцы отлично могут считать деньги и я глубоко сомневаюсь что его коллекцию марок шикарную коллекцию марок они за бесценок отдали продали или еще что то конечно же нет или оставили себе или будут продавать ее с аукциона по супер дорогой цене ну а вот этот шуром-буром все как бы тем более у меня такое впечатление сейчас мы поднимемся с вами и на верхний этаж все что все таки кто-то здесь так бредишком прошел из профессионалов и сливочки пособирал до того как они открыли эти вот ворота для массового покупателя кто-то здесь конечно из профессионалов из дилеров из антикварщиков побывал такое по крайней мере у меня сложилось впечатление что касается характеристики покупателей которые здесь я наблюдал то это различная категория это и местные жители здесь которые знали его знали этот дешевр зашли сюда что-то так прикупить вот и очень много было таких будем видеть закупщиков профессионалов различных мастей и оттенков которые скупали антикварят этот оптом и турки были и русскоязычные вот ваш покорный слуга и еще какой-то там или сирийц или еще 40 килограммов веса в него было а наглости на сто все кричал руками махал это мое это мое показывая на полке пытался это все дело зарезервировать но мы тем самым поднимаемся с вами на второй этаж где товар более интересный где уже так побольше милитарии здесь шкафы видим потайную комнату с сейфом у каждого антиквара должна быть своя потайная комната да как у бушкова вот и здесь уже конечно покупатель был совсем другой мебель более такую интересную здесь я очень много книг альбомов по искусству красочных таких драйвюр приобрел купил ну еще раз напомню ребята что это просто такой вот краткий обзор в нем я не показываю свои покупки их я показывал так вкратце в первой второй третьей там четвертой части когда эти обзоры делал вот но сейчас просто так вот для как говорится новых зрителей для новых подписчиков я делаю такой мини обзор чтобы имели представление тоже о том что такие места пока еще в германии существуют ну лично так скажу более менее профессионально антиквариатом начала заниматься с 2011 года это где-то 12 лет да за 12 лет вот три раза я был вот на подобного рода мероприятиях когда вот так в свободном парении можно было ходить выбирать торговаться и почти за даром по бросовой цене закупаться именно вот на таких условиях когда хозяин владелец умирал его потомки вот так вот распродавали то есть за 12 лет три раза вот это потайная комната про которую я говорил в которой сейф находится наверняка когда-то там были ордена вот видите дверь такая более-менее усиленная там конечно находились самые интересные вещи заглядывал я конечно же и под эти все шифонеры под эти комоды все и находил там интересные гравюры которые запали за стену за это конечно это трюк такой необходимо который было делать за шифонер заглядывал светил все да там кое-что было тоже интересное умер хозяин весьма почтенном возрасте где-то было ему за 90 вот и старички ровесники с кем я тут с двумя по крайней мере разговаривал так плотно на этот счет вот рассказывали про него что был такой очень общительный очень интересный человек и профессионал своего дела до конца последних своих дней как говорится был в теме и в основном несмотря на то что я вам начали показывал домик стоит у него рядом для проживания но он вот находился здесь на втором этаже здесь у него комната и он в основном ночевал и жил здесь находился вот среди этих вещей и те кто его знали все если приходили к нему хотели его застать то приходили вас сначала в этот вот большой дом там внизу на кассе спрашивали здесь он или нет на потом уже только шли в этот маленький домик который рядом находится потому что большинство своего времени он проводил здесь я не знаю кого как у меня всегда вот личность коллекционера или антиквара всегда тоже очень интересует и сама конечно же коллекции что она из себя представляет но и личность самого владельца как он к этому пришел как он почему он начал ее собирать какие были интересные моменты в его жизни все на этот счет я представлял вам книгу вот эти книги которые все я потом забрал скупил и он показывал книгу антикварное дело в россии 18 первой половины двадцатого века где расписано собственно очень интересно про антиквариев этого периода также есть интересная книжка из записной книжки бахрушина то вообще такая хронология по москве вот все знаменитые коллекционеры того периода тоже конца восемнадцатого девятнадцатого начала двадцатого века вот расписаны кто что собирал у кого какая коллекция вот конечно интересно было почитать рекомендую записной книжки бахрушина она есть в интернете и можно распечатать я лично и так и сделал потому что приобрести ее здесь германии нет возможности вот ну и на этот счет было бы интересно конечно создать такой хронологический перечень немецких коллекционеров здесь было бы что рассказать и показать ну вот если будет еще такая возможность все конечно я упускать не буду и буду с вами в этом плане делиться конечно же все мои рассуждения в отношении коллекции этого господина марок там и прочих ценных вещей это чисто мое суждение что родственники это не продали как говорится с молотка по дешевке может быть и аккурат тот случай просто я его упустил потому что как уже сказал здесь вижу что кто-то побывал вот значит суть басни здесь заключается в том что каждому из нас каждому коллекционеру каждому антикварщику дилеру тому кто владеет какими-либо коллекциями необходимо как бы думать и о том и исходить из худшего а что будет с коллекции если вдруг меня не станет все мы как бы под богом ходим жизнь сейчас такая непонятная как бы и чтобы своих домочадцев не ставить в затруднительное положение вот конечно лучший был бы вариант в плане преемственности это счастье если у кого-то в семье дочь или сын идет по этим стопам пусть это будет в профессиональном полупрофессиональном или на любительском уровне но он или она вникают в эту тему и ты постепенно сад шаг за шагом передаешь и свои знания передаешь и свою коллекцию передаешь библиотеку и говорится в надежные руки и в этом плане можешь быть спокоен гораздо хуже если этого как говорится нема и вдруг ты задаешься вопросом что с тобой что-то станет что будет тогда с коллекцией какое затруднительное положение они попадут потому что как мы с вами говорим основная часть наших покупок особенно в последнее время это актуально стало это носит инвестиционный характер то есть мы стараемся как можно дешевле это купить как говорится отложить положительно черный день в надежде на то что в силу объективных и субъективных причин этот материал подорожает и как минимум через время мы вернем свои деньги или вернем их с процентом как бы ликвидность этого товара будет очень высокая подходим к этому как бы уже не с позиции коллекционера любителя а с позиции коллекционера с позиции дилера с позиции торговца уже как бы более так рационально поэтому как бы я считаю во первых коллекция должна иметь какую-то систему она должна быть обязательно каталогализирована обязательно она должна быть я имею ввиду вот эти ценные вот этот вот керн вот этот вот основа коллекции особенно ценные такие вещи они обязательно должны быть каталогализирован и не должны быть описаны не должны быть сфотографированы и обязательно по каждой вещи примерно должна быть цена по состоянию на такое-то время написано вот И обязательно необходимо указывать источники сбыта, куда, где, кому, предлагать, примерно по какой цене, куда смотреть, номер каталога, такого-то каталога и прочее, прочее, прочее. То есть, чтобы по основным этим предметам люди, потомки могли сориентироваться. Конечно же, на определенных этапах по истечению какого-либо периода необходимо свою коллекцию прореживать, просматривать уже свежим взглядом, уже по истечении определенного количества времени жизнь вносит свои коррективы, появляются новые знания, появляются новые какие-либо интересы в этом плане. И, может быть, часть коллекции приходится, необходимо распродавать, продать, допустим, несколько экземпляров для того, чтобы купить потом один. То есть, коллекция, я считаю так, это не мертвый какой-то материал, с ней необходимо постоянно работать. Ну, вот, касается, я считаю, это и инвестиционного материала, с которым мы имеем дело. Вот, то есть, если часть на данный момент наблюдается какой-либо взлет, может быть, сейчас его продать, более выгодно эти деньги вложить во что-то другое. Вот, то есть, это, по крайней мере, для меня, это не мертвый груз, и я стараюсь в этом плане работать. Как я уже в одном из видео своих недавно сказал, что золото советское сейчас наибеи переживает бум. К счастью, или к сожалению, что цены очень высокие, и можно очень хорошо продавать, а вместо этого по лому покупать другое золото, и в конечном итоге вместо одного грамма у вас получится полтора, то и два грамма золота. Вот, может быть, вот в таком плане. Вопрос, конечно, предварительной оценки здесь тоже очень дискуссионный, потому что владельцу своей коллекции, который по крупицам ее собирал, конечно же, свойственно завысить от цену своих вещей, в целом своей коллекции. Вот, поэтому, как бы, этот аспект, вопрос ценности денег совсем разная. Вот, ну, взять евро 10, 20, 15 лет назад, и сейчас это совершенно разные деньги. Поэтому при ценообразовании, при оценке стоимости своей коллекции или своего инвестиционного потенциала необходимо это иметь в виду. Как бы, конечно, это цинично и бесчеловечно, но недавно себя поймал на одной мысли, расскажу вам сейчас одну историю. Он здесь, на севере Германии, в одной деревне, проезжая, заметил аналогичный такой склад, магазин антиквариата действующий. Заехал туда, ну, и когда вышел хозяин этого магазина, я его спросил, кому принял, говорит, я это мое все. Увидел, что он примерно моих лет, я как бы расстроился. Это даже не то, чтобы расстроился, но поймал себя на мысли, что где-то глубоко в мозгу вдруг осознал, что такого варианта, как в этом случае, сейчас не будет. То есть, если бы это был какой-то старый дедушка или все, то, как в том анекдоте, знаете, когда коллекционер зашел в антикварный магазин, он увидел старого продавца и сказал, дайте мне телефон ваших детей и внуков, я позже им позвоню, в надежде на то, чтобы у них, конечно, все это купить дешевле. Ну, вот такой вот черный юмор, но это жизнь, и от этого не уйдешь, и вот лично я поймал себя на этой вот мысли. Это вот кухня, его столовая, вот, конечно, сейчас это остатки того, что здесь было, вот роскошный такой диван, вот. Вообще, конечно, уходит эпоха, уходит вот этот вот старонемецкий дух, собственно, дух тех людей, которые воссоздали Германию после войны, которые сделали ее экономическим таким монстром, социальным таким штатом. Вот это поколение уходит, и часть этого духа, конечно, передается во всех этих вещах, которые мы сейчас наблюдаем. Новое поколение, они закупаются, у них минимализм в Икее по минимуму, потому что сегодня-завтра другая работа, переехать в другое место, чтобы не таскать с собой это все. Вот вся эта иммиграционная политика оказывает, конечно же, влияние на общественную жизнь, и, как следствие, на антикварный рынок. Вот есть возможность, конечно же, намного дешевле купить все это, потому что молодежь это не ценит. Сам несколько раз по местным объявлениям, по газете выезжал, и, что душой кривить, покупал по дешевке у молодежи, которые абсолютно не имели представления о том, что они продают, они абсолютно не хотели этого, им лишь бы эти получить 20, 30, 50, 100 евро, и все это как бы печально. Вот, и покупая вот так вот дешево, и как бы откладывая товар в долгий ящик, ты задаешься вопросом, а кому потом ты будешь это продавать, если это поколение уходит в нынешнее, это этим не дорожит, вот, то как бы, а покупатель кто будет, если мы это рассматриваем в плане таких инвестиций долгосрочных, вот, то, конечно, этот вопрос тоже на повестке дня стоит. Мне удалось открыть шкаф, и здесь Первая мировая война представлена в различных, вот, и посуда, и документы, и все, конечно, это подчистую, все, я заберу этот период, мне очень интересен, и в коллекцию, и как инвестиция. Вот такой вот я маленький экскурс вам провел. Вот здесь книги, это все Первая мировая война. Вот, Гитлер, тут это пародия в 50-х годах, после войны, так делали такие фотошопы. Вот, все, ребята, всем удачи, до новых встреч, и движемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok